Сестрёнка опять смотрит свою речь. Эй, стой, Харуна. Снимай дальше. Наш председатель справится. Пиши всё до конца. Хараймон. Пиши всё до конца. 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 Пиши всё. Пиши. Пишио. Я хочу показать Токараги видео с полётами. Я сегодня с Урона взяла. Можем и на нём поработать. Образ наставницы. Двигатели. Ещё в программе можно легко сравнить ожидаемую высоту полёта одной и той же ракеты с разными двигателями. Протестируем те, которые влезут в твою ракету. С двигателями A и B совершенно разная высота. Это только сухая разница между двигателями. А теперь добавим поправку на Витсер. Спасибо вам большое за сегодня. И вам спасибо. Я аж себя замотивировала. Кей сегодня строила из себя хорошую наставницу, но вообще она не такая. И не говори. Она постоянно забывает регистрироваться на мероприятия. Не помнит, что нужно закладывать вату в ракету. Вечно нищая, потому что все деньги с подработки тратят на ракеты. О, это тут вообще при чём? Да уж, не будь меня рядом. Заходите к нам в любое время. Что скажешь? Было интересно. Этот симулятор, например. Мы многому научились. Раньше мы очень много работы сваливали на Раймон. Но если будем практиковаться, то сможем строить ракеты не хуже её. Осталось исполнить твой секретный план. Надо действовать первой. Бери инициативу в лапке. Вперёд, Йомика! Покажи ей всю нашу мощь. Да, председатель вас не подведёт. Письмо. Не сдавайся. Раймон! Это Йомика! Выходи! Выходи! Ой, ом, привет. Давно не виделись. И так я хотела... Я вызываю тебя на поезинок ракет! И если ты откажешься, то значит я победила! Ладно. Мы ведь договаривались. Об ещё одной. Я согласна. Но это... В последний раз. Телепат звёздной пыли. Озвучено проектом Anelibri.tv Хорошая погода. Идеальные условия для запуска. У меня всё готово. Давай ставь свою. Пока ветер не изменил направление. Ом, Раймон, пообещай мне, если мы победим, то ты нас выслушаешь. Ты только об этом меня и просишь. Да, конечно, выслушаю. Но только, если вы меня победите. Точно. Победим. Матадаги, мы ведь по твоим правилам запускаем? Да, всё как тогда. Запускаем ракеты с двигателем А-8-3. Чья взлетит выше, тот и победил. Всё просто. На запуск даётся одна попытка. Оценивать будем высотомерами. Установим их внутри ракет в качестве груза. Что ж, попробуйте выиграть. Свой результат я скажу вам только после вашего запуска. Теперь ваша очередь. Только не тяните. Токараги... А, задумалась. Надо проследить, чтобы нашу ракету не сдул ветер. Прошло две недели с тех пор, как я бросила ей вызов. Мы сделали всё, что могли. Много размышляли и практиковались. Чтобы снизить вес, мы попросили Акизуки помочь нам сделать совершенно новый корпус. А ещё проводили тестовые запуски с высотомером на борту. Были дни, когда ветер был куда сильнее сегодняшнего. Бывали у нас и провальные запуски, но даже из них мы выносили полезные уроки. Так что сегодня... Сегодня мы... просто обязаны... одержать победу! Наша взлетела на 76 метров, а у Мататаки на 31. Вот мы и победили. Значит, я проиграла. Не ожидала я такого разгрома. Видать, собрала ракету тяп-ляп. Ну, что сделано, что-то сделано. Теперь ты понимаешь, я вам вовсе не нужна. Результаты говорят сами за себя. Вы и без меня прекрасно справляетесь. Так что можешь свою речь при себе оставить. Почему? А? Эй! Один-два-эй. Так и знала. Почему ты использовала более слабый двигатель? Я думала, и так вас разнести смогу. Не ври! Я же тебя просила не сдаваться. Я хотела дать вам фору, а вы легко меня обошли. Что ж, значит, я неумелая, вот и всё. Результат налицо. Да и когда вы уже поймёте, нет смысла быть такой неудачницей, как я. Поищите-ка себе лучше более умелого инженера. Вы ж в космос вроде как собирались, да? Вот и идите дальше без меня. Наконец-то. Ты чего? Чего плачешь? Я же ничего такого тебе не сказала. Уйди. Прости. Пожалуйста. Я не понимала, насколько сильно тебе тяжело. Прости. Я... Я... Я слабая. Потому мне постоянно казалось, что мне нет места на этой планете. Казалось, что я единственная, кто ощущал себя слабым и нежеланным. Поэтому я всегда хотела быть как ты. Хотела быть такой же сильной. Хотела отбросить все эти сомнения куда подальше и стать увереннее. Но я ошибалась. Все это неправда. Ты и все остальные. Мы все на самом деле мы одинаковые. Причина быть здесь. Причина остаться. Свое место в этом мире. Все это время. Все это время. Ты тоже их искала. А я этого даже не осознавала. Заткнись. Откуда тебе знать, что я в себе ощущаю? Думаешь, раз победила, то умничать можно? Нравится проигравших жалеть, да? Да к черту! Я не за утешениями пришла. Ты, да все вы, даже не смей думать, что мы похожи. Хватит с меня этих ваших бессмысленных, пустых слов. Я не... Я не... Врешь. Это все вранье. Мотатаки, твое сердце, как открытая книга. Знаешь, Рэймон, все вы, включая тебя, дали мне причины находиться здесь. Первый день знакомства ты наорала на меня и назвала бесполезной. Благодаря этому я набралась смелости и рассказала тебе о своей мечте. Благодаря твоему толчку я решила основать наш кружок и тем самым нашла себе место в школе. Даже несмотря на то, что я убедила себя, что я нигде не нужна. Общение с тобой и со всеми остальными помогло мне почувствовать себя в своей тарелке. и поэтому я сама хочу стать местом, которое ты сможешь назвать своим. Местом, где тебе захочется остаться. Я хочу стать этой хотя бы крохотной причиной. После прошлого поединка я смогла заговорить только про твои очки, но в этот раз я скажу как надо, как подруге. давай снова полетим в небо вместе. Раймон! Да, так было всегда. Я эгоистично срывалась на людей из-за сучих пустяков, разрушала любые свои отношения с ними. Никто никогда не удосуживался дать мне второй шанс. Поэтому не было смысла верить в отношения, которые обречены изначально. плевать 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 тем не менее почему вновь и вновь почему я же таких гадостей вам наговорила, а вы все еще здесь. Я снова и снова обижала вас своими поступками. Когда говоришь такие слова, это значит, что тебе больнее всего. Я все это время знала. А я знаю, что ты была сильной ради существования нашей группы и помогала нам. Нет, неправда. Я всего лишь хотела победить, потому-то и игнорировала вас всех. Все время думала лишь о себе, а в итоге бездарно проиграла. Мне нечего дать. Совсем нечего. Если по итогу это все исчезнет, то и не надо мне ничего тогда. Ни ваших слов, ни жалости, ничего. Не исчезнут ни мои слова, ни чувства. Я буду пытаться столько, сколько нужно, чтобы они обязательно дошли до тебя, Раймон. Потому они и не исчезнут. Слова других всегда бессодержательны. Пустые, ничего не стоящие. Относиться к ним всерьез было бы пустой тратой времени. Теперь мы сможем все вместе собирать модели ракет. Спасибо тебе, Раймон. Я же знаю это. Так почему я не пропускаю ее слова мимо ушей и отвечаю ей? я тоже это чувствовала. Я была счастлива, когда собирала ракеты вместе с вами. Поэтому мне не хотелось лишаться его. Мне очень, очень не хотелось терять это место. Даже сейчас я на самом деле хочу и дальше собирать ракеты вместе с вами. Да, вот блин, зачем я такое сказала? Не надо слушать мое жалкое нытье. Прости. Знаю, уже поздно. Нет, это ты прости. Мататаки! И меня! Меня тоже прости! И меня прости. Вы ни в чем не виноваты. Юмиха, Ю, Харуна, извините и спасибо. Чё? У крутой Мататаки очки должны быть собой. Дурочка, ничего крутого во мне нет. Я вам проиграла. Вовсе нет. Мататаки вовсе не проиграла. Не проиграла. Попалась! Подставишь лопришельцу и всё. Юми, председатель, хватай её! Я вам припомню. Озвучено проектом Inelibria.tv в 2023 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После слёз так полегчало. Мототаки, а тебе? Я и не плакала. Сочно. Давайте поужинаем по пути. Мототаки угощает? Не угощаю. Жадина! А впрочем, если хотите, могу и угостить. Мару, а Бессери? А? Чего? Пришелец Сундерка. Бубра! А ну стой! Видимо, мы все вместе пойдем поесть. Ты не против, Юмика? Я... Юмика! Я что-то обмякла после того, как расслабилась. Да она все горит! Сейчас вызову скорую. Я боюсь скорой помощи. Юмика! Не покидай нас! Эпизод двенадцатый Телепат звездной пыли Всегда соблюдайте правила безопасности.